И так, всем привет, мы прибыли в Арзамар, мы продолжаем проходить Dragon Age Алистер, я рада, что ты нам тоже рад Отличное приветствие В общем, вот, в прошлый раз мы познакомились, так сказать, со всем Так, что у меня со светом? Со светом у меня все нормально Вот, привет, Нокс, идем в зал совета Да Давайте Страж со мной тоже согласен Согласна Так, Вартак Привет Всегда благословенен приход члена ордена Варзамар Да, конечно Я Вартак Говорн, первый советник благородного принца Беллина Какие вести ты принесла? Мор Ах, да, договор Я читал его в библиотеке летописцев Трудность в том, что выполнять обязательства по договору должен король А тронер Замара, к сожалению, пустует И вы решили, короче, спихнуть, да? Привет, Джуд, спасибо за лайки Ну, да, 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 противостояние Мур важнее, чем борьба за власть, конечно Но мне кажется, что разобщенные гномы мало что могут делать Меня довольны, рассказывая о ваших раздорах Это что-то истеричка какая-то получается Могу поговорить с Беллином Ну, логично, что Беллин, как бы, как сын будет следующим правителем Потому что в целом, как бы, феодальный строй подразумевает наследование по крови Типа, можешь чем-нибудь помочь? Он советник Беллина, он, скорее всего, скажет, ну, типа, давай, иди Мой принц полнотранный король Но некоторые лорды поддерживают этого выскочку Харроумонта с его претензиями на трон Если ты в открытую поддержишь принца Беллина, он, возможно, пойдет тебе навстречу Что мне нужно делать? Харроумонт пообещал часть своего поместья двум деширам сразу Леди Дейс и лорду Хельби О, прошу прощения, двум членам совета Деширами их называют официально Разумеется, Харроумонт не сможет сдержать обещание Ведь поместье одно, а их двое Но обман раскроется только после голосования У меня есть копии долговых обязательств, которые им дал Харроумонт Увидев эти бумаги, они еще подумают, кому отдать свой голос Откуда у тебя эти долговые обязательства? Не имеет значения Отвечай, что нашла их в библиотеке летописцев, когда искала договор Кто разбирает подобные обвинения? Обычно такие дела рассматривают летописцы Эти ученые-мужи трактуют наши законы Ведут хроники, исследуют генеалогические древа В Арзамаре в любом споре последнее слово за ними К сожалению, самый влиятельный среди них Летописец-хроник Чей дед приходится двоюродным братом тетки лорда Харроумонта Это значит, что едва ли его суждение будет непредвзятым Так, ради благополучия своего дальнего родственника он забудет о долге Вам, наземникам, не понять, что значит семья для жителей Арзамара Суждение летописца будет пристрастным Значит, если хочешь получить помощь от принца Беллена Докажи преданность делам Окей Леди Дейс редко покидает квартал знати А вот лорд Хельми любит приключения Поэтому часто бывает у кабачиков А, мы видели этих кабачиков Тебе нельзя упоминать, что эти бумаги тебе дал я Ты узнала о них и сделала собственные выводы Джуд, давай мутить с тем статухой на лице Я тебе сейчас покажу один момент Что говоришь-то? Типа, ты не ответишь на несколько вопросов Само собой Пойдем-ка дальше Что говоришь-то? Я хочу обсудить что-то личное Я хочу, чтобы ты ушел Как бы, понимаешь? Зевран не хочет Я не знаю, что произошло с этой игрой Но есть небольшое подозрение, что я натыкала так, как я бы с ним разговаривала И я, видимо, натыкала ему на дружбу То есть мало того, что мы не подкатили к калистеру, мы не подходили к зеврану Все, короче, мы можем заканчивать эту игру Потому что... Нет, есть еще вероятность того, что у нас будет собрание земель после того, как мы пройдем глубинные тропы И есть еще небольшая, вот такусенькая доля вероятности, что мы сможем таки выйти из фронтзоны Но я беспокоюсь по поводу того, что этого невозможно Все грустно Я посмотрю после стрима, что и как мы можем поделать Ну, в общем, да Я переживаю Заседание совета уже началось Ты можешь тихонько войти и послушать Подожди Заседание совета Сперва нам нужно рассказать об обмане Что это было такое? Дулин? Я слышал, что к нам пожаловал серый страж Я Дулин Фариндер Поверенный лорда Хароумонта Выбранного королем Эндрином в преемнике Говорят, на поверхности начинается мор Жаль, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы помочь У меня есть договор Срать они хотели на этот договор, на самом деле Я понимаю, это огромный рифт для поверхности Но даже если весь мир будет на грани краха Лорд Хароумонт не может не принять во внимание Белина Он не может доверять тому, кто не доказал делом свою преданность А, то есть ты Короче Хватит мне голову морочить Что я должна сделать? Не работаю на Белина Сказано благородно Если твои намерения не расходятся со словами Приходи сегодня на испытания Деширы относятся к результатам испытания очень серьезно И к несчастью Белин сумел шантажом или угрозами Вынудить лучших бойцов дома Хароумонт отказаться от боя Так, какое дело вашему совету? Это состязание лучших арзамарских воинов Сражаясь, они выясняют, кому благосклонны предки Если ты выйдешь на арену как боец лорда Хароумонта Это, безусловно, докажет твою искренность И это ваш будущий король Вожак, который не способен справиться со страхом своих сторонников Ха-ха-ха Лорд Хароумонт никогда не прибегает к угрозам и запугиваниям Он воздействует на своих сторонников только лично Я бы согласна с Зевраном на самом деле Так это его примеру они следуют, когда отступают перед принцем Белином Как ты смеешь чернить, лорд Давай, Зевран, давай, давай, давай Ляунжот, это впервые на самом деле Я на самом деле впервые взяла с собой Зеврана в Арзамар Ну кроме того момента, когда я пыталась одновременно мутить Зевраном и Саллистером И они сделали мне очную ставку с криком Выбирай, ты или я, он или я Вот, поэтому понимаешь, что ты имеешь в виду Я поискал бы более сильного короля, чем Хароумонт Но ты же не имеешь в виду Белин? Зевран, ты про... Когда нам с тобой больше не о чем говорить Я поясню Да мне все равно, пишет Джуд Все равно в смысле, что мы никого не заромансим Или все равно на его френдзону, блять, мы его... Отпинаем, скрутим и в повадку затащим Короче, да, смысл всей этой политической бодяги в том, что... Хароумонт более консервативен и более мягок Завтра будет ровно два года Клянусь все Вот, а принц Белин, он за новаторство, он за изменения С учетом того, что в среде гномов очень жесткая кастовая система Очень суровые традиции Мы еще будем как бы бегать на этот счет и изучим Мне не очень нравится то, что происходит здесь, если честно Поэтому я за изменения Вы прошли на меня слухи, что один виноторговец с платежами запаздывает Я... я не знаю о чем вы Я все время оплачиваю А не забыли ли вы часом про свою приятельницу Джарвию, которая вас прикрывает? Не просто, знаете ли, следить за тем, чтобы никто, скажем, вас не поджег со всеми вашими винами? Мои вина? Пожалуйста У меня с выручкой совсем никак Народ всего боится, ничего не покупает Скажите, Джарви, я наскребу денег, я... Джарви обещаниями не кормят, старик Давайте-ка к вам зайдем и посмотрим, что вы тут припрятали А можно я с вами? Я тут чуть-чуть подслушала, короче Давайте я с вами Я тоже хочу Как дела? Это все, что у меня есть Будет больше, если я что-нибудь продам Давай я куплю Кажется, у нас гость Ваша знакомая Что-то не так, друг? Эти господа вам угрожают? Пожалуйста, не вмешивайтесь в это Вы не знаете, кто они такие Да нам все равно, как вы сказали Разъяснения Нынче в Арзамаре опасные времена, чужеземка Счастью для нас, любезная Джарви всех нас защищает от этого хаоса А ты, между прочим, очень выделяешься Есть риск влипнуть в неприятности То есть ты все-таки угрожаешь, да? Так что если хочешь договориться с Харти о мире Это несложно Цена разумная Десять золотых А не пошел бы ты! В один случае никаких гарантий безопасности Я сама за свою безопасность отвечаю Ты точно хочешь, собственно? Ха-ха-ха Сдаемся миром Очень не надо рисковать из-за вшивых десяти золотых Вот и все Мы их это, запугали Итак Ты Да благословят тебя предки Ты спас мои жалкие пожитки Не знаю, как выразить свою благодарность Скидку сделай Уверяю Это самые низкие цены Какие я могу себе позволить Эээ... Так Я просто помню, что на глубинных тропах такая жесть происходит Да и в принципе в финальной битве тоже все очень трудно Поэтому имеет смысл все скупать Если есть возможность А кто вам больше нравится? Алистер или Зевран? То есть я на самом деле нежно люблю их обоих Потому что Алистер это наш верный друг, товарищ и соратник То есть он Вполне логично, когда там Становится фаворитом, например Вполне логично, когда становится другом и даже врагом То есть это потенциальный король И наш самый первый... Ну как? Самый первый друг, получается, да Никак не рассчитывал на твое возвращение Думаю, ты понимаешь, что в Арзамаре больше нет никаких развлечений Короче, Уорд Харуман тебя обманывает Ну хочется, конечно, спросить, какое тебе дело и откуда ты знаешь Если честно, мне так все надоело, что я ничего не удивляюсь Мне эти земли совершенно не нужны Но если я откажусь, родня меня убьет Долг, понимаешь ли Теперь мне придется по всем правилам расторгать договоренность А им обоим искать другие пути А я надеялся, что нынче будет хороший день Ну сорян Ты сделал то, что считаешь нужным Я должен сообщить матери, что лорд Харуман передумал покупать наши голоса Огрен! Что тебе надо? Эй, я же слышал о тебе Серый страж, который пришел с поверхности, потому что в мире великая беда Кое-кто видел, как ты говорила с Вартагом Гаварном А теперь ты, похоже, взялась за грязную работу для Белина Знаешь, я решил было, что ты можешь помочь мне отыскать Бранку Но получается, что ты не лучше остальных Остальные это кто? Жадные до власти полные лорды У них только одна забота Чью именно задницу усадить на трон? Не изображай тупицу, страж! Их лизоблюды ко мне только тогда и приходят, когда им что-то нужно В общем, если хочешь заполучить секреты совершенной Потрудись ее отыскать Да без проблем Бранка и есть совершенная, да? Единственная совершенная в городе уже два года, как потерялась на глубинных тропах Два года! И никто не отправил дерьмовую армию на поиски А тебе-то что за дело? Секреты ее выпытываешь? Эллину они понадобились, что ли? Я знаю, что он всюду нос сует, выведывает все о ней, что она искала Но мне-то никто ничего не сказал Ему для себя это нужно, да? Чуток откровений из древней технологии И он укрепится на троне? Точно? А что, если я действительно хочу тебе помочь? Ля, ты суровый Я знаю, что и Хару, Монте, и Белина просили помочь ей Два года не звука И вдруг оба воспылали желанием начать поиски Если ты выяснишь, что им известно Мы можем на шажок приблизиться к цели А можно сидеть тут и пьянствовать Не, что то, что это? Трактирщик! Блин, обидно Короче, за счет того, что мы встали на чью-либо сторону Огран очень жестко на нас отреагировал Блин, да что у меня? У меня весь трим вообще какая-то херня с аппартийцами То есть, вин на меня нападает Алистер, короче, со мной в принципе не хочет заводить любовные отношения Зевран меня нафиг просто посылает От сэра Гилмора мы в принципе отказались Потому что он англоговорящий Вы выпали в осадок Единственное, кто ко мне нормально относится И которая сразу же выдала мне личный квест Нормально со мной общалась Это Морриган, которую я отказалась романсить Выбрав другой пол Что за несправедливость? Да нафиг, иди со своим терпением Получил ты свое разрешение Хвала До свидания Нафиг пошел Я расстроена Суровый дед, да Огран очень жесткий У него очень тяжелая судьба Так вот Я рассказывала про то, кто мне нравится Про Алистера я рассказала Зевран мне нравится за счет того, что он не скован какими-то рамками То есть, за счет его специфики взросления За счет специфики его жизни Он действительно достаточно гибок В плане своих убеждений В плане своей психики То есть, он как бы Открыт всему новому С двух сторон Так сказать Вот Ну и в целом Мне он по характеру больше нравится Потому что он такой Ехидний Не такой Нытик, как Алистер Более жесткий За счет того, что ему приходилось Сталкиваться с грязью И чуть Менее ванильный, что ли Короче, женщина У меня плохое настроение На тебе бумаги Они явно неназемного происхождения Да ладно Откуда они у тебя? Ладно Не говори Верю Но я ничего не могу тут поделать Сделка была заключена От имени всего нашего дома Только отец может Где он? Он сейчас на голубиных тропах Вряд ли он успеет вернуться до выборов Но если этот голос для тебя так важен Окей, хорошо Короче, мы идем на глубинные тропы Я плевать хотела В принципе На все эти политические дрязги В драгоняге Уточнила На всякие случая Что-то как-то грустно Резко стало Ну ладно Если разбодник нападает на врага Будучи незаметным Первый удар гарантирован Будет критическим При условии Что атака окажется успешной Короче, мы идем На глубинные тропы Чтобы Несколько Развеять Мою тоску Ну потому что Все оттуда ушли Чувак Пропусти меня Ой, эльф Прошу прощения Но я не могу пропустить тебя Через линию фронта Без разрешения Дешира И я ничего не слышал о том Чтобы сегодня выходили новые дозоры Я иду на поиски дозора Ворда Дейса Я вижу у тебя печать его дочери Так что не буду тебя останавливать Но будь осторожна Если твари ушли от Арзамара Это еще не значит Что их стало меньше На глубинных тропах Либо мы их наконец потеснили В чем я сомневаюсь Либо твари собираются гурьбой Чтобы снова перейти в наступление Я пошла Удачи Они уже на поверхности Но тебя это не должно Вообще никак волновать Что там? Мне показалось Что там что-то желтое Мне кажется Что Арзамару не хватает Немного гибкости Политической И социальной Потому что очень там прям суровая И огромная бюрократия Куча предубеждений Если ты там что-то Если ты родился воином То ты воином будешь Всегда Мне кажется Это в целом Как-то неправильно Потому что У каждого Существа Должна быть свобода Волеизъявления И выбора Того дела Которым он хочет заниматься Она бегает Как курочка Я только сейчас заметила А ты как бегаешь? Ты бегаешь нормально А ты? Тоже как курочка А ты? Ты вообще Короче я поняла Это вот Женская версия бега Где? Радуйте Я в очень плохом настроении Ребята Ай Ай Вин Ты Немножечко Последи пожалуйста Поухаживай за нашими мужчинами Что-то ты Это Будет сделано Так Откуда мы пришли Туда мы не пройдем Туда мы не пройдем Оттуда мы пришли Значит нам надо туда Просто блин Огрен изначально Вроде как лояльно должен Относиться К Персонажу Ну я походу В принципе Прохожу Не так уже Как проходило До этого Все игры Поэтому у меня Все наперекосяк Проходит Что не так Это не так Да в начале В принципе Мне Люли Отвесили Насосом Скоро Можно будет Откачивать Мое Негодование Блин Я хотела Романтичное Прохождение Драгоняги А у меня Слишком Сурово Все получается Все В стиле Короче Вин У стража Нет Времени Для отношений Страж Не может Ни с кем Крутить Шашни Страж Должен Нарезать Блин Порожденить Мы как капусту И сражать Мир Шо вы мне Тут своими телами Дружите Я спать Не могу Мигрень Разыгралась Джуд Я тоже Пиццу Хочу Я Вы Да Да Так Сейчас Я буду Действовать Тихо Ага Допустим Хорошо Ай Держать Надоело Это что такое Было Внезапно Вообще Она просто взяла И прилегла Устала Устала Так Вроде Не тормозит Игра У вас По звуку Все нормально Езжай ко мне Тебе хорошо Говорить Говорить Так А нафига Ну ладно Пожалуй Надо вернуться назад Вот Что там Там еще Не все Исследуем Короче Я негодую По поводу того Что у нас получилось На драгоняги Я надеюсь Что Как минимум Во второй драгоняги Получится получше Потому что Если блин Меня продинамит Еще и Фенрис Блин Во второй драгоняги Выбор в принципе Не очень Большой То есть Там По два Изабелла И Изабелла Получается И Авелин Для мужика И Фенрис Сандерсон Для ЖГГ Вот А че это вы тут Короче Ребята А А Как дела Да блин Вин Я сейчас Снова Откисну Из-за того Что ты Меня не Похиляла Я так понимаю В прошлый раз Сработал Какой-то Доль Что Меня Постфактум Ударило До сих пор Делаю Свой Первый Бой Так Стараюсь Не шуметь Самое Странное Существо Которое Можно Встретить На глубинных Тропах Это Глубинный Охотник Теспедамы Так Как Называют Гномы Охотятся Стаями Как правило Зарываясь Под землю Видожидаясь Пока Добыча Не зайдет В их круг Охотники Бывают Несколькими Нескольких Разновидностей У поливателей Есть ядовитые Железы Они Выбрасывают Струю Жидкости Которая Замедляет Жертву Или причиняет Вред ее здоровью Прыгунные Кидаются На жертву И сбивают Ее на зиме Чего Легко Расправляется С нею Охотники Самого Распространенного Вида Спугивают И загоняют Добычу После чего Вся сфора Набрасывается На несчастную Жертву Ну такой себе Из тебя Сейчас Охотник Получился Скажу тебе А Я поняла Вы меня За углом Подстерегали Да Я могу Как-нибудь Запыльнуть Вас Покучнее Походу Нет Да Это Эть Пойдемте 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 Гули-гули Как Говорится Так Нам надо В кучку В кучка Вот Непричательно Используем Бомбу Бомбознащение Где моя Шкура Охотника А Погоди Это не та игра Да Тут С глубинных Особо Ничего не падает Подстава Ладно Мы куда-то Не туда Идем Наверное Ну ладно А вот и Ребятоньки И И чувак Такой А Ты уже Не стоишь Да Пищат Так Прикольно Так Погоди Чувак Не говори Со мной Я сама Сейчас Я все Обладаю С тобой Поговорю А А А Фигасе стая Напала Кто там блюется Будет сделано Короче, чувак У меня сообщение от твоей дочери Вы серьезно нас выручили, друг мой Моя вам признательность Я лорд Анвер Дейс Но как занесло сюда эльфа Я страж, прикинь Не понимаю, что могло Это условие нашей с Хороумантов сделки Но мошенник Он обещал те же самые земли Хельми Спасибо, что уведомили меня об этом Я дважды вам обязан Как жизнью, так и благосостоянием дома Пожалуйста Окажи мне ответ на услугу О, конечно Услуга за услугу У моей семьи много связей Среди купцов на поверхности Если зайдете к кому-нибудь из них То увидите, как любезны они с друзьями Дейсов Я думаю, они все Мне пора обратно Солдатам нужно лечение Я должен об этом позаботиться Не желаете пройтись с нами? Да, пойдем Тогда давайте доберемся поскорее до Арзамара Пока другие твари нас не учуяли Нам просто надо еще на арену сгонять И чисто зашла Немного сбросить свою ярость И сделать квест Вот Воины могут научиться Отрываться от врагов Или напротив провоцировать их Что позволяет им контролировать Ход сражения Лиди Так дела? Дом Дейс глубоко тебе признателен У меня сейчас В принципе нет выбора То еще ладно То есть можно поиграть за Геральта Например Я очень мало игр игр играла И увидела, где нет выбора Потому что я как-то вот Начала Симоп Где ты изначально выбираешь Для кого играть Так Нам нужно на арену Сейчас, блин, еще окажется Что из-за того, что мы Не выбрали Харумонт Нас попросят нафиг с этой арены Так эти рисунки Которыми у тебя покрыта Вся спина Их называют Татуировкой У тебя спина татуирована На спине, друг мой Но и во многих других местах А покажи Говорят, их делают так Иголками вкалывают Под кожу чернила Иголками и не только Да, это правда Но ведь это же было больно О, да Но, по правде говоря Вполне терпимо Если хочешь Я и тебе сделаю татуировку Я немного научился Этому в антиве Эээ, нет Нет, думаю, не стоит Да ладно Всего одну маленькую татуировочку Скажем, знак серых стражей Это будет так мужественно Где мои иголки? Пожалуй, в другой раз Я сейчас Пойду постою вон там Домашняя пицца Превосходная вещь Да, есть такое Я научилась делать Белковую пиццу И это еще Прям лучше Если вы играете Войдя в систему Ваш онлайн профиль Автоматически обновляется С получением вами Достяжений И с ходом развития Ваших приключений Ферелдени Ферелдени Блин, я сейчас Ельца хочу Играем тогда еще Получасика А потом Перерыв Делаем На обед В общем Мне очень Импонирует Девран За счет того Что он Изначально Легко общается Типа Ну не получилось Окей Хорошо Ищем дальше Варианты Получилось Замечательно Металлическая дверь Типа Подкатил Получилось Хорошо Не подкатил Ну ладно Мальчики Я так не хочу Вас Оббегать Кто бы знал Можно я не буду С вами Разговаривать А сразу Пойду Сражусь На арене А что потом Будем делать В смысле После Драгоняки После Перерыва Можем снова В Драгонягу Поиграть Хе Да Хочу сражаться Так А какое Имя Мне указать Просто Я просто Объявлю Серый Страж Ваши Эльфийские Имена Невозможно Выговорить Два Слога У нас не хватает Участников Для первого Круга Ты готова Давай Такого ответа Я и ожидал Но хочу Предупредить Как только Начнутся бои Запись Участников Что ты Предпочтешь Начать Сразу Или Если Ищешь Где Сесть Обратись К Страж Понятно То есть Нам Теперь В принципе Хотя Бейзи По моему Короче Мы можем Поиграть Еще В Драгонягу Либо Войти В Геншин Ты Наверное Серый Страж Лукьян Говорил Что Кто-то Из вас Записывался Распорядитель Испытаний Сказал Что Страж Хочет Проверить Своё Мастерство Думаю Мы сможем Показать Кое-что Из того Что Умеет В Разамаре Мы Много Знаем Только Делиться Не Любим Впрочем Поищи Дровианка Говорят Он Убил Родного Брата Но Предки Снизошли К нему На Арене И Его Полностью Оправдали В Геншин Давай Ты же Я И Мика Хочешь Слушай Ну Я Слила Все Крутки И Разменилась Я бы На самом деле Еще В Драгонягу Погоняла Потому что Тут Прям Атмосфера Арзамары Глубинных Троп Очень Сильно Погла Что Мне Нужно Сосредоточиться Успеешь Меня Поздравить После Боя Я Буду Драться С тобой В первом Раунде Да Это Ж Такая Честь Можно Сказать Привилегия Про Стражи Столько Всего Говорят Наверху Болтают Что Одни Только Стражи Воюют С Порождение Мить Вы А Еще Превозносят Их До Небес Потому Что Герои И Ты Набираешь Право Может Ты Меня Порекомендуешь Своему Начальству После Того Как Увидишь Меня В Деле Да Конечно Улыбнуться Тебе Предки И Мне Тоже И Серым Страж Понятно То есть Они Вообще Абсолютно Иначе Разговаривают Если Ты Ни От Кого Не Выступаешь Значит Ты Есть Серый Страж Которым Харум Он Заменил Недостающих Бойцов Я За Себя Дед На стороне Харумонта Ясно Что Небелин Послал Тебя На бой Я Просто Хочу Себя Не Руководствовался Харумонт Призывая Тебя Его Ждет Разочарование Я Следил За тобой Сознаюсь Ожидал Большего Стойка У тебя Не Твердая Каждое Движение Можно Угадать По Глазам Я Тебя Наверняка Побью Конечно Ты Не Должна Была Пройти Так Далеко Понятно Уже Только После Этих Слов Мы Обязаны Просто Всех Разнести Просто Если Ты Идешь От Харумонта Ты Сперва Уговариваешь Всех Сражаться Потом Выступаешь Типа Финальным Финальным Бойцом И выступаешь Якобы От Харумонта Потому что Бель на тебя Не посылает Но так как Я Да 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 Нормально так Вообще Сегодня Он В сражении Представляет Принца Белина Против Члена Прославленного Ордена Серых Стражей По Славу Дома Эдухан И нашего Будущего Короля Белина Драться С тобой Честь Для Меня Будет Признан Побежденным Бой Прости Чувак Но До свидания Победу Одержал Серый Страж Превосходное Начало Страж Северин Редко Получает Взбучку Да еще Такую Основательную Готова Ты встретиться Со следующим Противником Давай Превосходно Начнем Эти славные Испытания Перед Ликом Совершенных Арзамара Проводятся В память Короля Эндрина Против Серого Стража Знаменитые Близнецы Из Воинской Касты Миаджа И Лукиан Сражающиеся За принца Белина Да Почтит тебя Камень А я что Буду Одна Против Двоих Идет А грязь Которую Я вас Накормлю Будет Приятный На вкус Ага Понятно Первый Есть Второй Пошел Давай Вперед Отлично Дальше Будет Трое Вперед Превосходно Начнем Эти Славные Испытания Перед Ликом Совершенных Арзамара Проводятся В память Короля Эндрина Пока Что Серый Страж Никому Не уступает Поля Но Победа Еще Не Одержана Теперь Вызов Этому Изумительному Бойцу Бросит Испытанный Воин Капитан Рошан Сможет Леон Снискать Вала Сатредум И Одолеть Серого Стража Снискать Вала Сатредум Сразиться С тобой Страж Как Это Для Ваши Первым Будет Признан Побежденным Бой Ну И Как Бы О Что Будь По Твоим Она Просто Короче Втыкает В темечко Какие-то Быстрые У вас Тут Бои Давай Следующего Давай Превосходно Начнем Просто Не узнаем О противнике Не Не готовимся Да В этом Круге Мы Увидим Парные Бои Некогда Рядом С Королем Бладликом Бился Кетшит Защищая Нашу Империю И Сейчас Гнома В бою Поддерживают Их помощники Серый Страж, выбери себе сподвижника, чтобы выйти против лорда Дервиана Каволни и Ол-Алифа Блин, ну логично выбрать Алистера, потому что мы оба Серые Стражи Но в целом, мне кажется, интереснее будет Зеврану, потому что для него это, он открыт ему новому, он разнообразно Зевран, не подведи меня, пожалуйста Бой начинается И его друг Мой напарник что-то скажет? Нет, понятно, он просто тупо, короче, появился и исчез Сейчас весело будет, да нифига подобного Осталось лишь два бойца Петен и Дулкан, сражающийся со своим отрядом, со своего кузена Белена, пока не знает поражений Серый Страж, бросающий ему вызов, явился из-за ничего и проложил себе путь В смысле? Из-за ничего? Это... Я из леса За каждым отряд из четырех солдат Да станет ясно разно всегда, кому благоволят предки Дерешься ты хорошо, вот посмеюсь, когда ты упадешь Я посмеюсь последним Последний, кто выстоит Ага, поняла, хорошо О-о-о-о, отлично Ёпта Так Подожди Я сказала, подожди У нас тут несанкционированный стрелятель Вот сейчас весело, да Насчет того, что получается 3 на 3 Вин! Думаю, это были все, верно? Победу одержал Серый Страж Ну и финалочка кто? Поздравляю! Ты победила воина, которого сам принц Триан как-то назвал рогами войска И ты сомневаешься, что этот Серый Страж победил заслуженно? С удовольствием объявляю, что благоволением предков победу в мемориальном испытании одержал Серый Страж Пошла за честь В этот день мы укрепили дружбу между нашим городом и твоим орденом А, я поняла, короче Если ты выступаешь за Белина, то, типа, очки засчитываются Белину Если за Харумонта, то очки засчитываются Харумонту А вот Если за Серых Страж, то, типа, победила дружба Гвидон Удачи тебе в бою Прости, но я лучше посижу здесь Что ты там говорил? Или это не ты говорил? Для меня это была большая честь Серый Страж Ну ладно, ты, по-моему, не говорил А, вон там чувак говорил, который, типа, оружейник Приятно тебя здесь Это редкое возможно Сразиться с тем, кто прошел такое необычное Одно твое слово И я выставлю Они жаждут подраться И применяют Ну давай устроим мне бой с командой Пофигу А что у вас тут на крови делает, ребята? А, я не знаю, что надеяться Внезапно, конечно Я так понимаю, он представил чувачку со своим оружием Чтобы те себя показали и оружие продемонстрировали Ну, кстати, плотненькие Намного плотнее, чем все другие участники испытания Отличная работа, Страж Ты заработала свою долю расписок Дай мне знать, если захочешь подраться Хорошо Понятно Это чисто заработать денег Ты Неплохо для наземника Убирайся Ля, ты жесткий О А, я лид и серый Страж А это кто? Это орден женщин-воинов Основанный Астит Мрачный Женщиной из касты воинов Которая первой стала бороться За право женщин быть солдатами Когда никто не стал слушать речей Астит Она отрезала себе язык И усердно упражнялась до тех пор Пока безоружно не выиграла великие испытания Ля, жесткая, конечно Женщины, которые вступают в орден Астит В память о ней отрезают себе язык Ты кто? Мое имя Фаринден Я тренер и переводчик Ханашан Будучи молчаливой сестрой Ханашан отрезала себе язык По примеру древней совершенной Астит Мрачный Как ты можешь понять Она нуждается в моих услугах Для дел более обыденных Понятно Да направят тебя предки Ну, вот, пролетели, получается, мы Арену При обследовании подземелья Остерегайтесь ловушек Если разбойник заметит ловушку Он может попытаться ее обезвредить Остерегайтесь ловушек Сейчас еще минуток десять Тогда побегаем Побегаем Ты часто разговаривал с Кайлоном? Ты спрашиваешь Были ли у меня Какие-то отношения С моим братом? Да Хотелось бы мне знать Что он о тебе думал Не думаю Что его вообще волновало Мое существование Я для него ничего не знаю Все-таки давай Фатону Вдау Хорошо Без проблем Без проблем Без проблем Сейчас угадаю Здесь живут бедные гномы Но мальчики Не на тех напали Конечно Не очень вас жаль Но В любом грика Попытаться Ты че ругаешься Вин? Все-таки у них Периодически Крики такие Не в попад Прям Так Шо ты таким Не хочешь сказать? Ты кто? Я не видел тебя Среди стражников И что это за форма? Серого стража Да Так ты ищешь Возможность Подзаработать? Я мог бы Предоставить Такую возможность Желательно тому У кого есть Кое-какие связи Наверху Давай Видишь ли Людские короли Издают законы На голову Не натянешь Например Насчет того Кто может покупать И продавать Лириум Священный дар Который камень Дал нам Дабы показать Свою любовь Скажи И при чем Здесь законы? Законы ввели Для того Чтобы не подпускать Магов К Лириуму Так что В башне Круга Всегда найдутся Покупатели Вот и сейчас Один человек По имени Годвин Ждет от меня Посылку В полпуда Если ты хочешь Вложить деньги Я мог бы Скажем Вместо этого Продать Свою любовь Продать Чего? Что? У меня Нет столько денег Ты можешь Оставить его себе А можешь Продать Годвину Он точно Его купит Ведь путь Для тебя Открыт А если Ты вернешься С новым заказом Я мог бы Заплатить тебе Скажем 20 золотых За посредничество Ну так как? А должно быть Это опасно Если ты готов Столько заплатить У меня нет таких денег Если обещаешь Держать рот на замке И не лезть в наши дела Иди себе Своей дорогой У нас реально 27 золотых Сорян Конечно Чего тебе надо Ёпта Вора Который посмел Обакрать хранителя А ну да Он же весь В татуировках Ты нарвалась На драку Страж А твою Долбаную Книжку Я уже сбыл Не повезло тебе До свидания Думаю Это были все Верно? Ну Ладно Лишние монетки Ну на Ну на Большое спасибо Подумать только Незнакомка Так добра ко мне А моя собственная Семья Выгнала меня Из дома Сказали не возвращаться До тех пор Пока я Нет Я не могу Даже думать Об этом Пока Ты что Меня зовут Зерлинда Я Не всегда Жила здесь Я родилась В семье Из касты шахтеров Мы не из богатых Но Раньше я никогда Не голодала И все это Осталось В прошлом Я сама Во всем Виновата Меня прокляли Прятки И я ничего Не могу Сделать Что Я полюбила Он был такой Необычный Но ты понимаешь Умный Сильный Ни перед кем Не склонял голову Он был Из неприкасаемых И я думаю Да нет Я знаю точно Он просто Хотела сделать Ребенка Девушке Из касты Повыше Так он Получил бы Право Подать прошение О переходе В другую Касту Но у нас Родился Мальчик Такой же Неприкасаемый Как его Отец Мои родители Отреклись От меня И сказали Всем Что я Больше Не в касте Шахтеров Только Если я Брошу Ребенка На глубинных Тропах И сделаю Вид Что его Никогда Не было Давай Поговорю С родными Ладно Подарком От стражи Но предупреждаю Мой отец Твердолобый Хуже Некуда Его зовут Ордел По вечерам Он обычно Сидит в кабаке Не думаю Что он Станет Вас Слушать Но я Буду С нетерпением Ждать Вестей От вас Пятняжка Ну вот Собственно Вот это Нюанс Кастовой Системы Довольно Ну Настолько Жестко Что Что не так И ты Оказываешься На обочине Просто Вот это Мне не нравится Я надеюсь Что Принц Белин Все Исправит Для таких Как ты У нас Ничего нет Более Ну Посмотри Да Конечно Укус Гадюки Ай Блин Я Че-то Не то Да Купила А я могу Кстати Наделать Ядов Понятно Мне надо Изготовление Ядов Прокачивать А так Да Че-то Я могу Делать Не Чисто Не хватает Только Скилла Поняла В общем Харумон Более Консервативен Поэтому Если Мы Будем Зак Харумонта То У нас В целом Просто Ничего Не изменится У гномов Да А с учетом Всех последующих Событий Если гномы Останутся Такими же Ну Мне интересно В четвертой Драгоняги Будет ли Как-то Тема гномов Раскрываться Или там Все будет Прям Вокруг Соуса Хотя Когда Биовары Делали Узконаправленную Игру Мне кажется У них Что Драгоняга Что Масс Эффект Очень Масштабные Такие Проекты По Лору По Охвату Именно Событий То есть Вторая Драгоняга Это Единственный Случай Когда Ситуация Была Настолько Локальная В пределах Одного Города И то Из этой Локальности Они потом Вывели На весь Мир Этим Красным Лириумом Так Кабак Мне нужен Прикольно Что Отец Получается Этой Женщины Пьет Рядом С ней Что Ты Ищешь Чужестранка Дочь Твою С третьей Вопреки Если Ты Не Пустишь Зелинду Обратно Она Умрет Вообще Думаешь Она Пойдет На Смерть Ради Этого Ей Отлично Известно На Каких Условиях Я Пущу Ее Домой Я Вовсе Не Гнал Ее Я Был Против Ее Щенка Не Понимает Что Ли Если Избавиться От Мы Мы Хотели Ее Обидеть Просто Хотели Как Лучше Ох Да Скажи И Пусть Идет Домой Мы С Матерью Ее Ждем Не Дождемся Вот И Все Отлично Просто Все бы Ничего Но Из-за Жестких Условий Жизни В Арзамаре Я Понимаю Что Гномы Не Просто Так Так Стали Конечно Вот Но Сейчас Эта Семья Принимает Зерлинда По Ее Назад В Семью И Ребенок Будет Всю Жизнь С Климом И Ее Едва Ли Кто-то Возьмет В Жены Общество В Которое Настолько Сковывают И В Которых Нужно Жить По Определенным Правилам Называется Японии Король Кайлон Тейрин Взошел На престол Пять лет Назад После Смерти Отца Ровно Месяц Спустя Он женился На Леди Аноре Мактир Дочери Ай Что это Такое Очень Странно Себя Короче Вела Мышка Короче Мы Поговорили Возвращайся Он Сказал Чтобы Вы О О Оба Поверить Не могу Что Он Это Сказал Он Всегда Отзывался О моем Сыне Как О Каком Нибудь Мусоре Он Даже Называл Его Оно Неужели Мама Убедила Его Или Это Сделали Вы Миледи Как Ж Я Вам Благодарна Если Мы Всем Обязаны Вам Мой Сын Вырастет Сильным Мужчиной И Поступит К вам На Военную Службу Когда Он Подрастет Я Отошлю Его К вам Обещай А Ну Или Так Короче Просто Берешь И Сына Отправляешь На Поверхность Гномов Которые Оказываются На Поверхности Вычеркивают Из Гноми Аналог Поэтому В принципе Да Мы Себе Нового Рекрута Заработали Своей Добротой Так Нам Нужно Сгонять Тогда Снова Назад На Испытание И Переговорить С Возможным Покупателем Книг Да Что ж У меня У меня Глаз Течет Слезит Почему-то Сегодня Очень сильно С двух Сторон Начал Причем Слезиться Никогда Такого Не было И вот Опять Ну Видимо Надо было Сперва Сбегать К неприкасаемым А потом Уже На Арену Хочу тебя Спросить Ты попал Сюда Чтобы избавиться От воронов Так Чистая Правда Ну И что Лично Ты намерен Делать Когда Все Это Кончится Как Я Понимаю В Антиву Тебе Дороги Нет А Это Прежде Всего Зависит От Твоего Соратника Серого Стража Так уж Вышло Я в себе Неволен Да Да Ну А если бы Мог делать Что захочешь О Сам Не знаю Разве Ты не станешь Королем Так Может Тебе Понадобится Кого Нибудь Убить Пожалуй Что Да Видишь Такие Мысли И позволяют Мне надеяться На будущее В твоей Прекрасной Стране Это Если Я тебя Найму Знаешь Что Лучше Всего В королях С ними Не останешься Без Работы Или Они Заказывают Или Их А народ Еще Удивляется Почему Кого-то Не тянет В королей Не пропускайте Купцов Которые Могут Продать Вам Компоненты И рецепт Для Ремесла А У меня Наверное Нет Или Да Я не Помню Зевран У меня Нормально По Ядам Или Не Очень Привет Наемник Это Драгон Эйдж Ориджин Первая Игра Из трилогии Возможно Что Из Тетралогии Если В 24 Году Таки Выйдет Драгон Эйдж Четвертый Мы почти Прошли Драгонягу Кстати Так Кто У нас Может Быть А Во Появился Сатрик Да Или нет Хороший Как Илукья Понятно Вы Со мной Не Разговариваете Че Это Так А Ты Дай Мне Знать Когда Начнешь Набирать Солдат Для Своей Армии Вот Как Мне Туда Попасть Кто Мог Купить Ты Сегодня Записалось Несколько Сильных Бойцов Эх Срать А Во Смотри Смотри Знал же Я Что От Хранительского Барахла Беды Не Оберешься Звонкая Монета Там Нет Кто Прикончит Стража Бить Молоку Заплатить А Это Не Отсюда Ладно Она Так Что Отбила Стрелой Нормально Не Зря Качалась Почти Прошли А Мужика Не Завели Я Блин Специально Посмотрю Прохождение Так Чтобы Сто Процентов Заромантий Февран Февра Я Объединила Зеврана С Фенрисом Я Только Что Назвала Февран Короче Да Если У нас Не Получится Заромантий Зеврана То Мы Будем Реабилитироваться Второй Часть Она Коротенькая Она Динамичная Там Очень Красивый Роман С Фенрисом В отличие От Андерса Андерса Андерс Это Версия Алистера Только еще Более Унылая И Плаксивая То есть Алистер Еще какой-то Ехидный А Андерс За счет Того Что он Изначально Позиционируется Как очень Добрый Очень Понимающий Лекарь Всем помогает И очень Переживает За магов Поэтому На самом деле Во второй Драгоняге Мне Андерс Не нравится Хотя Я Почему-то Всегда Стою На Сторону Стражей Вы Покажите Мне фото Этих Мужчин Покажите Всех Да Ну Во второй Драгоняге Особо Не Из кого Выбирать На самом деле Вот В третий Да В третий Там Как бы Сол Сол Ну Ну Зевран Вороны Послали Именно Тебя А Что Им Могло Помешать Меня Послать Что Небудь Могло Для Начала Ты Наверняка Не Был Лучшим Из Тех Кто У Нех Имелся Верно Лоша Клевета Стыдно Алистер Я Не Идиот Ну Допустим Не Всегда Ты Не Зеленый Новичок Но Я Видел Как Ты Дерешься Как Не Посмотри Ты Не Мастер Боя Если Б Я Вдруг Полез В Честный Бой Это И Прям Могло Помешать Но Судя По Твоим Рассказам О Воронах У них Есть Убийцы Высшей Калификации С Многолетним Опытом Почему Было Не Послать И Правда Почему Загадка Для Грядущих Веков А Понял Ты Не Хочешь Мне Говорить Морриган Сказала Что Ты Умница Нет Она Врет Да В общем В четвертой Части У нас Есть Солос У нас Есть Господи Как Же Тебя Зовут Хромовник Бывший Забыла Есть Железный Бык Есть Сера Есть Блэквел Только С Коулом Нельзя Замутить И Это Печаль Не Всего Потому Что Мне Из них Из всех Нравится Больше Коул Но Он На позиции Больше Мальчика Нежели Мужчина Который Только Только Познает Мир Гном Королевство Некогда Включало В себя 12 Громных Тейгов По всему Тедесу Их Соединяла Сеть Глубинных Троп Теперь Осталось Только Два Арзамар И Кэл Шарок Блин Как же Как же зовут Ты мужичок Тебя Ну Хорошая попытка Конечно Да Если не считать Того Факта Что Лорд Белин Готовится К браку С лишенной Касты Доказывая Приверженность К переменам По его словам Каждый Гном Чего-то Стоит Вот Кстати Вот это Вот Не Добавляет Один плюсик Белину Там На самом деле Не столь важно Кто Убил Короля Предыдущего Арзамара Потому что Очень много Ты нашла его Страж Примимую Благодарность Ты луч Свет Во тьме Нашего Времени Да 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 Он типа Перемен Арзамар Ждет Перемен Изменения Это хорошо Изменения Любые Это развитие Разумных Конечно Пределов Леди Дейс Только что Прошла Через квартал Очень возбуждена Она говорит Всем Кто готов Слушать Что Харрумон Подлец И лжец Хорошая работа Значит Ты не лгала Когда обещала Нам помочь Ты готова Встретиться С Белином Да Сейчас Подожди Не заставляй Принца ждать Я там увидела Квест Какой-то Тайник Совет Ёптить Ёптить Да Давай встретимся С Белином Хочу тебя Предупредить Будь с ним Повежливей И не обнажай Оружие При стрельбе На дистанции Превышающей Оптимальную Для данного Оружия Попасть В цель На дистанции Превышающей Оптимальную Для данного Оружия Попасть Цель Гораздо Труднее На самом деле Во второй Драгоняги Для мужчины Тоже особо Не очень большой Выбор То есть Очень правильная Авелин Которая В принципе У которой Ее собственная История Любви С Подчиненным Очень милая И Изабелла Которая Которая Просто нам Нож в спину Втыкает Потому что Она такая В этом плане Конечно Размах С возможными Фаворитами В игре Не очень Во второй Игре Не очень Большой Да ты достала Течь Ты мне Всю стрелку Сейчас Просто Уберешь Я Надела Сегодня Линзы Во имя Разнообразия И у меня Глаза мои Наказывают Очень жестко Спасибо за лайки Я Впечатлен Страж Не многие Чужеземцы Так быстро Вникают В Арзамарские В Арзамарскую Светскую Жизнь Я Принц Берин Вартак Рассказал Мне О твоей Помощи В борьбе С узурпатором Который Пытался Завладеть Троном Моего Отца Говорят Что Король Эндрин Не хотел Передавать Трон Именно тебе Мой отец Лишился Сразу Двоих Сыновей Один Из них Убил Другого Отец Почти Обезумел От горя И Харроумонд Приложил Все усилия Чтобы Окончательно Свести Его С ума Только Я И остался У отца А Харроумонд Не допускал Меня К нему Мне Пришлось Прощаться С ним Не лично А через Гонца Кто знает Что мой отец Говорил Свои Последние Часы Жизни Когда Рядом Был Только Узурпатор Харроумонд А Говорят Ты Убил Своего Брата Если Я По твоему Убийца Тогда Зачем Ты Здесь Встретиться Лично Тебе Нужна Помощь А После Того Что Ты Устроила Харроумонду Он Не Станет Тебе Помогать Вряд Ли Ты Будешь Рисковать Планами Я и не в восторге Но Это Я Как Нибудь Переживу Сейчас Пора Действий А не Цивилизованных Дебатов Чтобы Сразиться Со Стержнем Истинного Зла Нам Нужно Абсолютное Единство Договор Со Стражем Клянусь Доспехами Моих Предков Но Как Только Стану Королем Арзамара К Несчастью Пока В Арзамаре Безвласти Я Не В силах Дать Тебе Войска Сама Убедилась Что Город Превратился В бойню Преступники Остаются Безнаказанными Я Бы Не Усидел На Троне Если Бы Допустил Подобный Хаос Ну Возможно Я Что-то Делаю За всем этим Стоит Джарвис Ее Харти Если Ты Сможешь Уничтожить Ее Клянусь Что Став Королем Отправлю Биться С Порождение Ведь Мы Столько Воинов Сколько Ты Всех Окей Это все О чем Я прошу Но Учти Пока Эта Проблема Не будет Решена Я Ничем Не Смогу Тебе Помочь И Чем Дольше Мы Будем Мешкать Тем Больше Порождение Тьмы Соберется На Землях Людей И На Этой Радостной Ноте Давайте Мы Остановимся Пока Что Вот Все Спасибо Кто Был На Этом Стриме Жду На Следующем Либо Можете Посмотреть Записи Как Обычно Всем Хорошего Дня И Пока Пока